Сегодня я проверю игроков в госфракциях на РП. Посмотрим, готовы ли они вступить в мою РП ситуацию или нет. Смогут ли они играть РП без биндера и не ради отчета. И есть ли все-таки РП на Аризоне. Прошлое видео, где я проверял обычных игроков на РП, вам понравилось. И я решил сделать продолжение с проверкой уже госфракций. Ставь свой лайк и мы погнали. Итак, я уже на другом своем аккаунте, на котором меня никто не узнает. И передо мной список всех организаций на сервере. Во фракции Центральный Банк сейчас всего 4 человека. Думаю, это не помешает проверить эту фракцию на РП. Если что, сразу хочу сказать, что РП отыгрывать я прям профессионально как-то не умею. Буду пытаться делать это максимально, как я знаю. Так вот, ребят, работник банка стоит сейчас на рабочем месте, на посту. Сэр, простите. Походу, отвечать он мне не собирается вообще. Здравствуйте, я сотрудник данного банка, бла-бла-бла-бла-бла. Короче, это Биндер, ребят. Час назад я потерял где-то здесь свой кошелек. Вот так ему скажем. Вы случайно не видели его? Нет. Он черного цвета был и в нем была 1000 долларов и мои водительские права. Да он уже убежал, блин. Сэр, не видел. Ничем не могу помочь. И сразу просто опять куда-то убегает. Не могли бы вы спросить об этом других сотрудников, может, они видели. Здравствуйте. Что вам? Сэр, вы не видели мой кошелек? Я его где-то здесь потерял. Там были права на имя Тайлер. Нет. Начинает искать кошелек. По полу. Он это через ми пишет. Ми по полу. Прикиньте, как так можно? Взял, оказался, кошелек. Как так можно отыгрывать РП через ми? Вот ваш кошелек. Хм, да, точно мой. Взял кошелек со стола. Спасибо вам большое. Немного не такое, ребят. Я, конечно, ожидал РП увидеть в банке. Ну, ладно. Следующая госфракция, которую я хотел бы проверить на РП, это больница Лос-Сантоса. Так, и здесь я вижу только одного медика, походу. Больше никого здесь нет. Хотя нет, вот в палате еще пару медиков стоят. У меня нож в ноге, помогите, врача. Лег 5К. Так, а это, походу, тоже врач в АФК стоит. Блин, смотрите, вот тот его чувак просто бьет, ему пофиг вообще. Он не отвечает, не лечит, ничего не делает. Так, может быть, поближе к этим врачам, блин, подойдем, чтобы они увидели, что я вообще тут играть РП пытаюсь. Врача, срочно! У меня нож в ноге, помогите, врача! И с правой ноги торчит нож. Истекает кровью. Я не знаю, честно, зачем здесь стоят эти врачи. Они просто делают вид, что они работают и даже ничего не делают. Даже не лечат никого. Это просто АФКшники. Они ничего не делают, никак не взаимодействуют с игроками. Ладно, там РП не отыгрывают, но, блин, они даже не лечат никого. Я считаю, что это проблема, ребят. За это должен кто-то отвечать. Наверное, лидер. В правительстве Лос-Сантоса сейчас есть небольшой онлайн. Давайте заглянем туда. Первый этаж, никого нет. Погнали выше. Так, здесь есть какой-то охранник и еще какой-то прокурор. Добрый вечер. Вам чего? Я просто кошелек где-то здесь потерял. Ищу вот. Вы случайно не видели черный кошелек? Именно на этом этаже? Да, вот где-то тут, рядом с буфетом. Там еще были права на имя Тайлер и тысячу баксов. Нет, не видел. Давайте посмотрим. Давайте. Я сидел за этим столиком. Под столами не видно? Вроде нету здесь. Нагнулся и заглянул под стол. Вроде нет, а на стуле? Осматривает стул, на котором сидел. Не вижу и тут. Подвинул стул и осмотрел его. Задвинул обратно. Ребят, вот это вот мне уже нравится. Хоть первый работник вообще госфракции отыгрывает РП и не на биндере. Как так-то? Когда заказывали? Нагнулся, чтобы осмотреться. Трай нашел кошелек. Нашел кошелек удачно. Нашли? Да, спасибо, что помогли. Без вас я бы не справился. Ну и славно, пожалуйста. Как я могу вас отблагодарить? Да никак, я ни в чем не нуждаюсь. Ну хорошо, спасибо вам за помощь. Хорошего вечера, я тогда пойду. Улыбаясь, направился к лифту. Ребят, ну вот же оно. РП на Аризоне, наконец-то. Я уже даже на секундочку подумал, что ни в одной из фракций никто не будет отыгрывать РП. Все будут какие-то АФКшники и так далее. Возможно, сейчас уже просто закончился рабочий день, потому что сейчас полдевятого вечера. Вот, на часах 20-20. Я просто не знаю, во сколько рабочий день заканчивается. На очереди полиция ЛВ. Опа, Тимофей какой-то. Сэр, меня только что ограбили в переулке. Соболезную. Что мне делать? Я видел, в какую сторону убежал грабитель. Пишите заявление в полицию. Может, мы сможем его догнать по горячим следам? Очень сильно напуган. Вот этот Флоренцо Коллинз только что в НонРП чат написал вербовка. Он думает, что я вербую его в ФБР. Но это вообще не так. Ну, давайте. У вас есть транспорт служебный? Ну, есть. Так что же вы медлите, идемте. Так, мы идем, ребят, куда-то. Снял дубинку с поясного держателя. Стойте тут. Стою. Так, ребят, вон он садится в транспорт. Я вижу, сейчас походу поедем. Надеюсь, он делает все это не только потому, что думает, что это вербовка в ФБР. Вы знаете его прошлое местоположение? Я видел, он сел в машину и уехал в сторону казино. Ограбил меня прямо здесь, у входа в ПД. Машина была красного цвета, спортивная. Болит? Не знаю, не разглядел. Номера помню, вроде SL2567. Он ударил меня в спину и забрал мой чемодан. В нем был 1 миллион баксов. А где он остановился по вашей чуйке? Где мне его найти? Ну, это вопрос, конечно, интересный. Где его найти? Наверное, задача его больше не найти его, а как-то отыграть РП. Мне кажется, он поехал в казино. Возможно, у него лудомания и он искал деньги отыграться. Но это всего лишь мои догадки. Опа, ребят, тут как раз какая-то красная тачка. Не эта машина? Хм, да, вроде она. Номера не похожи. Может, он их снял? Возможно. Ну, давай, братуха, ты же полицейский. Ты же должен что-то предпринять. Не знаю. Ну, он хотя бы попытался, ребят. Он хотя бы попытался отыграть РП, хоть как-то. Короче, ребят, наверное, вот так вот его в АФК здесь и оставим. Тем более, уже и машина исчезла, вот эта красная. Думаю, можно сказать, что проверку на РП он прошел. И я надеюсь, что он делал это не только потому, что думал, что это вербовка в ФБР. Решил снова прийти в больницу ЛС, потому что онлайн во фракции немного вырос. Так, дадим Больке второй шанс. О, ребят, тут вот как раз медик стоит. У меня нож в ноге, помогите. Срочно врача. Так, ребят, он походу подбежал ко мне. Что случилось? На меня в переулке напал маньяк. Я начал сопротивляться, и он... Он воткнул нож мне в ногу и убежал. И с правой ноги торчит нож. Ми истекает кровью. Какой ужас, давайте быстрее пройдем в операционную. Так, ребят, идем в операционную с ним, отлично. Наконец-то попался медик не в АФК, который еще и отыгрывает РП. Это вообще хорошо. От потери крови кожа человека стала бледной. Так, а что вот эти вот два оболтуса здесь делают? Блин, чего они забежали в операционную? Боже, вы уже бледный. Давайте помогу вам сесть на стол. Давайте. Мне будет сложно самому. Взял под руку человека напротив и пошел к операционному столу. Погнали. Я до сих пор не понимаю, что здесь делают вот эти два человека. Зачем они сюда забежали? Аккуратно садитесь. Сел на операционный стол. Все, ребят, я лежу на операционном столе. Сейчас принесу вам нашатырный спирт. Состояние стабильно плохое. Вот эти пацаны, наверное, пришли сюда поучиться РП. Скорее, доктор, нужно достать нож из ноги. Чего, Егор Князев показал удостоверение врача-специалиста? У него же бейджик висит сотрудник масс-медиа ЛВ. Какой врач-специалист? Открыл дверцу шкафа, затем достал оттуда спирт. Вы тоже врач? Слушайте, интересно тут происходят события, ребят. Врач в бывшем. О, еще какой-то Джонни МакКинг пришел. Поднес к носу раненого человека. Нашатырный спирт, я так понял. Так, ну мне, наверное, нож нужно достать из ноги все-таки. Понюхайте спирт, а я пока сделаю укол. На столе лежит шприц с обезболивающим. Слушайте, а он реально умеет отыгрывать РП. Взял шприц в руки и начал аккуратно вкалывать его в руку человека. Наверное, в ногу надо было, но это ладно, мелочи, ребят. Главное, что он отыгрывает РП и делает это довольно качественно. Не все еще потеряно, ребят. Не все еще потеряно на Аризоне. Сейчас я буду вынимать нож. Лучше не смотрите. Хорошо, док. На столе стоит упаковка новых перчаток. Снял старые перчатки и выкинул их в урну, после чего достал новый отдел их. Легким движением руки прикоснулся к ножу. Ничего себе, вот это профессионал, сразу видно. По моей оценке он вошел неглубоко. Это он про нож, если что. Взял одной рукой рукоять ножа, а другой придерживает ногу пациента. Постарайтесь не шевелить ногой. Ребят, сто лет не отыгрывал никакие РПшки на Аризоне. Я сейчас просто кайфую от этого. Резким движением руки вынул нож из ноги и быстро приложил к ране ватту со спиртом. Нифига себе. Ай, больно. Взял со стола жгут и начал плотно перематывать ногу пациента. Ну все, ребят, реально. Это лучший, наверное, за сегодня игрок, которого я встречал. Он просто идеально отыгрывает РП, как по мне. Нога перемотана и кровотечение остановлено. Ура! Спасибо, доктор. Проведете меня в палату? Да, давайте помогу вам встать. Нога не сильно болит? Чуть поменьше уже, но нужно, чтобы зажила рана. Все, ребят, отвел он меня в палату. Занимаем койку. Помог пациенту лечь на койку. Спасибо, доктор. Вы спасли мне жизнь. Это моя работа. В целом, сегодняшней проверкой я доволен. Хоть и не каждый игрок был готов отыгрывать со мной РП. В госфракциях РП все-таки присутствует. Было бы странно, если бы его там не было. Если вы хотите продолжение данной рубрики, и чтобы я проверил еще и другие какие-нибудь фракции, например, даже гетто или частные фракции на наличие РП, то покажите мне это своими лайками. 1500 лайков, и я выпущу продолжение этой рубрики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова